Добрый день, уважаемые коллеги! Тема моего доклада – выделение нановизику плазмы методом ультрацентрифугирования. Дифференциальное ультрацентрифугирование широко применяется для выделения высокоочищенных фракций нановизику. Метод основан на различиях в скорости сегментации частиц, которые отличаются друг от друга размерами и плотностью. В ходе процедуры образцы центрифугируют при ступенчатом увеличении центробежного ускорения, которое выбирается так, чтобы на каждом этапе на дно пробирки осаждалась определенная фракция. Эффективность выделения нановизику методом дифференциального ультрацентрифугирования зависит от ряда параметров. Во-первых, разделение зависит от развиваемого центробежного ускорения, которое определяется максимальной скоростью вращения и радиусом ротора. Во-вторых, на эффективность разделения влияет длина пути осаждения. Характеристикой ротора, который учитывает и развиваемые центробежные ускорения и длину пути осаждения является К-фактор. В целом, чем меньше К-фактор, тем меньше время центрифугирования. Вязкость образца оказывает влияние на эффективность выделения, так как чем больше вязкость, тем медленнее осаждаются нановизикулы. Продолжительность центрифугирования влияет на количественный выход и частоту конечного продукта. Увеличение времени позволяет получить большее количество внеклеточных нановизикул, но способствует их агрегации из-за осаждения нецелевых белков. Оборудование, необходимое для выделения визикул, включает настольную лабораторную центрифугу с охлаждением и ультрацентрифугу. Также требуется выбрать ротор, соответствующий поставленной задаче. Для выделения нановизикул обычно используются роторы двух типов, угловые и бакетные. В бакетном роторе в процессе центрифугирования емкости находятся в горизонтальном положении и путь осаждения равен всей длине емкости. Это приводит к увеличению времени центрифугирования, но позволяет получить максимальное разрешение зоны образца. В угловых роторах емкости располагаются под углом коси вращения и не изменяются его положения в зависимости от частоты вращения. Угловые роторы характеризуются меньшим значением кофактора и обеспечивают более быстрое центрифугирование по сравнению с бакетными. Рассмотрим более подробные этапы получения нановизикул из образца плазмы крови. На этапе пробоподготовки кровь собирают в пробирке, содержащую ЭДТА для предотвращения тромбообразования. Центрифугируют данные пробирки при 1000G в течение 20 минут, чтобы осадить клетки. Используя дозатор, переносит плазменную фракцию в новую пробирку и разводит в два раза фосфатно-солевым буфером. Дальнейшая методика включает несколько последовательных этапов центрифугирования с возрастающей центробежной силой. В течение первых двух этапов нановизикулы остаются в супернатанте. В ходе заключительного этапа нановизикулы образуют светлый осадок на дне пробирки. Для последующего анализа рекомендуется промыть осадок фосфатно-солевым буфером и пересадить в режиме ультрацентрифугирования. Переносим плазменную фракцию крови в пробирку для центрифугирования. Заполняем пробирку равным объемом ПБС, чтобы снизить вязкость образца. Центрифугируем образец при 2000G в течение 10 минут, чтобы удалить апоптотические тельца. Переносим верхний слой образца без осадка в новой пробирке и центрифугируем при 12000G в течение 45 минут, чтобы удалить клеточный дебрис и микровизикулы. Переносим супернатант в ультрацентрифужные пробирки. Объем вносимого образца не должен превышать 3 четверти от максимального объема пробирки. Уравновешиваем пробирки на аналитических весах, при необходимости добавляя ПБС для выравнивания массы. Маркером отмечаем сторону пробирки, на которой будет формироваться осадок и загружаем образцы в угловой ротор. Ультрацентрифугируем очищенную плазму при 100000G в течение двух часов. После тщательного удаления супернатанта становится заметен светлый осадок, состоящий из визикул и соосажденных белковых комплексов. Ресуспензируем полученный осадок в ПБС. Повторяем этап ультрацентрифугирования при 100000G в течение 70 минут. Эта процедура позволит очистить образец от высокомолекулярных белков и белковых комплексов. Тщательно удаляем супернатант и ресуспензируем осадок в 100 мкл ПБС. Полученный препарат нановизикул может быть помещен для длительного хранения в морозильную камеру на минус 80 градусов. Таким образом, описанный метод позволяет получить высокоочищенный препарат нановизикул из плазменной фракции крови. В дальнейшем необходимо подтвердить, что полученные образцы имеют экзосомальную природу и не являются микровизикулами или апоптотическими цельцами. Чтобы охарактеризовать нановизику, применяется ряд методов, согласно рекомендации международного сообщества внеклеточных визику. Методы сканирующей или трансмиссионной электронной микроскопии позволяют оценить морфологические характеристики визику. Количественную оценку полученного образца позволяет провести метод динамического светорассеяния или анализ траекторий наночастиц. Также рекомендованы выявления экзосомальных мембранах или цитозольных белков методами фестернблотинга либо проточной цитометрии. Подводя итоги, можно сказать, что метод дифференциального ультрацентрифугирования является эффективным и надежным, но имеет ряд ограничений для перспективы применения в клинической практике, так как является трудоемким и требует оснащения дорогостоящим оборудованием. Большое спасибо за внимание!